Не хочу сейчас обращаться к истории этой песни, то есть история такая трагическая, но я хочу просто как бы само настроение мужчины, которое нельзя не допускать, которое мужчина не должен допускать в своей жизни, он должен, ну, хочу, чтобы вы услышали. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, понимаете, и так это воин на луну называется. Знаете, мужчина не должен быть сломлен женщиной, ушла, терпи, встань, возьми себя в руки, не убивай себя. Мужчина никогда не должен быть сломлен, если мужчина ломается под влиянием женщины, значит, он слабый человек. Мужчина должен быть сильнее вот этой энергии любви. Самое большое, что мужчина может добиться в своей жизни, он должен учиться служить женщине, зависеть ей, то есть заботиться о ней, но никогда от нее не зависеть. Когда мужчина становится зависимым от женщины, он теряет себя. Энергия любви всем нужна, без нее невозможно жить. Поэтому мужчине нужна женщина, но мужчина должен быть сильнее зависимости, поэтому мужчина, когда, допустим, он зависит от женщины, постоянно в доме ссоры, потому что он зависит от изменения ее настроения. Он сам не осознает это, а у женщины настроение меняется постоянно, каждую секунду. И поэтому мужчина всегда зависит от ее настроения, а у нее волны в голове. И он пристает, говорит, что такое, почему у тебя такое настроение. И постоянно ходит за ней, мучает ее. Он говорит, отстань от меня, что ты ко мне пристаешь? Вот, это означает, что мужчина слаб. Мужчина не должен зависеть от женщины настроения. Настроение женское влияет на мужчину. Вы что-то хотите? Спасибо большое. Объявление надо сделать. Хорошо, я сейчас сделаю. Вот. Понимаете, женщина все равно влияет на настроение всех в семье, и даже тараканов, я уже говорил. Она все равно это будет делать, потому что так устроена психика, она состоит из энергии, женщина на все влияет постоянно. Но мужчина должен быть сильнее этого влияния, он должен терпеть учиться. У жены плохое настроение, ну иди, поиграй в теннис, успокойся. Или иди там помолись, или иди сделай доброе дело какое-нибудь, бей гвоздь там, еще что-то. Но не ходи за женой, не конючуй у нее настроение. Не надо зависеть от женщины. Если мужчина зависит от женщины, он рушит семью, рушит себе психику. Она уходит в конце концов от него, не может как бы выдержать этого всего. Мужчина должен быть сильнее. Он не должен постоянно выяснять женщиной отношения. Пускай женщина будет права. Если мужчина уступил, значит он победил. Вот уступил, значит победил. Но не уступает главному. Допустим, жена говорит, хочу там пятикомнатную квартиру, допустим. А у вас одна комната, и денег нет. Надо сказать ей, хорошо, пятикомнатная, супер. Ну придется чуть-чуть подождать. А сколько? Ну пока нет смысла об этом говорить. Чуть попозже будет пятикомнатная квартира. Ну то есть и оттягивать ее. Да, да, будет пятикомнатная квартира. Ну чуть попозже. И успокаивать таким образом, оттягивать как бы вот это желание ее. Потому что если сейчас, значит давай берем кредит, и потом упахиваемся, умираем на этом кредите. И потом как бы крестики поставят нам на могилках, скажут. Героические люди. Почти что выплатили кредит. Померли смертью храбрых. Вот, понимаете, а все просто из одного желания какого-то. Обычно это женское желание. Больше квартиры, там все больше удобства. Это женская природа так действует. Мужчина нахлобучивается, начинает упахиваться. А надо просто успокаивать жену. Есть еще другие способы. И есть ведическая такая мудрость. Называется купи козла. Я вам рассказывал? Нет. Один мужчина пришел к своему наставнику и говорит. У нас маленькая квартира. Это ведическая история. Маленькая, говорит, у нас жилье такое совсем. А там люди жили в таких домиках небольших, как бы на природе, в древней культуре. Говорит, маленькая, говорит, жилье, не помещаемся, много народу живет вместе. И постоянно жена пилит, говорит, давай больше жилье. Ну что, я не могу с тобой жить, ты уже всех замучил. Говорит, или сам уходи из дома, или давай нас в другой дом переселяй. Все. Ну, в общем, задолбали его. И он приходит к наставнику. Тот говорит, ну, есть решение. Но только ты должен слушать все, что я тебе скажу, и терпеть. Он говорит, я со всем согласен. Он говорит, купи козла. Наставник. Тот говорит, у нас денег только на одного козла и хватит. Он говорит, ну, ничего страшного. Купи вот козла себе, и он тебе поможет счастливо жить. Он купил козла. Ему наставник говорит, а теперь заводи его в дом. Пускай с вами живет. Он говорит, может быть, на привязи возле дома, там у нас так тесно. Давай заводи в дом, пускай в доме. А в древней культуре старших все слушали. И все напряглись, конечно, там жена, дети, все напряглись. И он козла в дом завел. Там козел начал бодаться, там орать, там какать. Ну, в общем, он там устроил им веселую жизнь. И через две недели жена начинает орать. Скажи своему наставнику, что мы больше не можем так жить этим козлом, что-то делаем. Или мы с самоубийством жизнь все покончим. И он к наставнику приходит, говорит, стало еще хуже. Теперь жена вообще хочет себя убить. Уже как бы жить невыносимо. Козел всех замучил. Вот. И он говорит, наставник говорит, не волнуйся, все идет по плану. Теперь, говорит, козла будем держать возле дома. Привяжи его возле дома. И как бы все будет хорошо. Привязал козла возле дома. Все такие счастливые ходят. И две недели счастья прямо. Такая счастливая жизнь. Все. И потом через две недели жена успокоилась, когда расслабилась. Говорит, хочу больше жилье. И он, блин, да что же такое. Прибегает к наставнику, говорит, все, на две недели только хватило. Наставник говорит, не волнуйся, все нормально. Ты просто, ну скажи ей, что если еще раз я скажу это, ты скажешь, то наставник сказал заводить козла опять назад. И все. И у них началась счастливая жизнь. Жена боялась, что козла заведут. Наступился, наступил мир. Я просто к чему говорю, мужчина, я к тому говорю, что у женщин такая природа. На санскрите женщина звучит стри. Стри означает, переводит с санскрита расширение слова. Расширение. Ну то есть это означает, что женщина, она не может смириться с тем, что есть. Ей надо хотя бы чуть-чуть было, чтобы больше все время. Вот квартира такая, надо чуть побольше. Вот такая, чуть-чуть побольше. И так далее. Это до бесконечности. То есть одна в жилплощадь расширяется, другая в украшение. Третья в детей. Четвертая еще куда-то. В поездки, допустим. Ну куда-то надо расширяться женщине постоянно. Она не может просто так жить. И на это тратить, надо деньги всегда. Это все, это третит, стоит денег. Поэтому, мужчины, вы как бы поймите, вот такая природа. И женщину успокаивайте. Если есть возможность, допустим, чуть-чуть побольше, знать чуть-чуть побольше. Нет возможности, обещайте в будущем. Чтобы она не плакала. Потому что она думает, ну все. Он мне не хочет, он не хочет, чтобы больше жилье было. Значит мне жить незачем на этой земле. Все. Я никому не нужна. Он меня не любит. Потому что он не хочет понять мое желание. Так женщина думает. А если сказал, будет обязательно двухкомнатная квартира. Ну чуть попозже. И она ему верит и ждет. И все нормально. Потом психика переключилась на что-то другое. Попроще получила свое и вообще успокоилась. Так устроены женщины, мужчины. Так что вы уж имейте ввиду. Субтитры создавал DimaTorzok